девочки привет я нахожусь в магазине который мы с вами любим посещать полный брендовых шмоток и не только брендовых это наш winners она аналог американского магазин tg max или marshals я вам здесь показываю что я часто здесь нарываюсь на очень фирменные тряпки макс мара прада и так далее мне никто не верит я потом всем пишу где находится этот магазин всем девочкам кто живет в канаде и сейчас я тоже напишу потому что мы все равно все спрашивают где такой магазин сейчас я кое-что примере здесь в зале потому что мне не хочется все нести примерочную я просто все не унесу тут много пальто и покажу вам на себе кое-что потом еще мы сходим в примерочную я там еще кое-что померю так начнем из пальто макс мара очень красивый цвет сделано в италии цена его у нас в умерсе 900 долларов значит это чистая шерсть максмаровская цена так максмаровской цены максмаровской цены нет или я не вижу нет нет ну в общем я могу себе представить эту цену давайте померяем такс это пальто халат так все отстрочено красиво немножко мне маловато в принципе сидит нормально слушайте я уже забилась так много чтобы не было не видно но все равно полно людей вокруг красиво хочу сказать вам что она очень мятая ну окей это такой магазин они в каких-то мешках там получают какие-то остатки естественно никто ничего не гладит ну вот издали совершеннейший халат халат и халат а вблизи тоже халат но меньше халат у меня нет пуговиц она очень приятная на ощупь чистая шерсть ну вот мне кажется она мне маловато он должен быть больше зоопарки чистой размер на его маленькое еще одно пальто прям явно мне маленькая тоже максмара потом посмотрим цену расстегну потому что он не жмёт в расстегнутом виде выглядит лучше значительно ну то что помимо опять все слушайте что вы хотите назову что называется она интересно такой сделан из интересной ткани интересная шерсть или не 6 тоже нами шерсть в общем вот знаменитый пальто максмаром распродаж магазине где все все свалено до кучи но вы видите что в магазин вот такие у нас вот такие у нас магазин продают максмару так давайте она стоит 800 и смотрите на мои ногти мне давно уже пора давно уже пора их делать я в эту субботу это делать совсем скоро послезавтра то есть от назад так ну что размер какой-то что чего ни фига не понимаю 44 что ли по всему или 42 и в девочки с этими размерами я никак не знаю состав не знаю вот размер размер 42 американский восьмой но только маленький для восьмого или то я такая большая так что у нас за состав вот написано по-русски производства италия дата производства вот интересно 15 до 20 год сама совсем новое это не то чтобы пальто который там пять лет где-то висела валялась по каким-то а вот летом нет нет довольно новое 20 года пытаюсь найти состав ага стопроцентная шерсть чистая шерсть вертинга найс очень хорошо видите какая ткань интересная красивое пальто но у меня на малу избожно малу ну и цена конечно такая не даром отдают чтобы что называется это пальто маски но единственное которое мне не очень мало немножко так в оптигон но в принципе ничего не трещит ну как вам сказать я же примеряю его на тонкую блузку так и в общем то если надеть его на свитер поскольку это пальто нельзя же покупать пальто только за расчета на на тоненькую какую-то что-то же надо пододевать теплую это же все-таки осень но симпатичная красивая расцветка в клеточку воротничок такой двубортный то есть конечно это очень красивый пальто спасибо девушка прошла и сказала что очень красивое пальто на мне очень хорошо выглядит приятно приятные люди канадцы стараются всегда сделать комплименты сказать что это приятно это правда ну не всегда но чёрт в расстёгнутом виде она выглядит намного лучше так это пальтишко love maskina это не maskina это love maskina размер 44 8 американский ну вот так притык на мне вот макс маровский мне был мне был маловато прямо явно маловато этот 44 более или менее но тоже конечно с малом так мы влезли в него значит здесь он стоит 400 долларов вообще недорого можно сказать и состав его сейчас будем искать love maskina цены нет есть какие-то много цифр на цене давайте посмотрим состав сделано в тунисе вот даже по-русски тоже написано произведено в тунисе интересно здесь нету вода вот так гладить наизнанку ткань 80 процентов шерсть 20 процентов полиамид нормально ну вот это love maskina пальто еще здесь есть макс мара выкинт вот такой вот пиджачок такие вот матроски полосочками застежка верну это макс мара выкинт такой вот коротенький жакетик мне кажется он такой маленький я даже не знаю нет его размера нигде нигде нет размера нет у него подкладки стоит он у нас 700 долларов фигасе пальто стоит почти сколько уже макс мара а это еще макс мара выкинт это странно да так сто процентов шерсть хорошо чистая шерсть размер 42 тоже восьмой там 44 было написано юсей восемь и это 42 юсей восемь и какой год выпуска интересный бросила свою фунтку на произвол судьбы изготовитель макс мара в италии производство китай да 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 производство китай и дата производства тоже 20 год 24 сентября 20 года ровно год назад сделано неплохо не такой же прям сталью китай а вот эти по моему пальто было написано что она сделана на них на всех написано что она сделана видите made in italy сделано в италии но на этикетке что-то я не видела по производитель давайте еще раз посмотрим производство италия ага значит макс мара выкинт пробу блин макс мара выкинт наверное шьется в китае а макс мара шьется в италии это тоже выкинт макс мара это такая интересная курточка сейчас мы их померимся сколько она стоит тоже 800 ну слушайте они сдурели вот правда вот смотрите вот вот это пальто а у него есть пояс я не заметила завязан на пояс но она мне все равно было мало вот это пальто чистая шерсть макс мара стоит 800 вот это пальто чистая шерсть стоит 900 это курточка макс мара выкинт из хрен знает чего тоже 800 и вот этот вот пиджачок ну хорошо он шерстяной 700 долларов малюсенький коротенький так куртец вот такой что у нас тут еще есть такой плащ плащик тысяча долларов это сплю класс сайс это значит он большого размера как раз на меня будет что-то не произойдет впечатление что прям такой большого для большого ну такой он не маленький но в принципе не так что гигантский уже такой ну все по моему из этих самок здесь больше ничего там аж всякие дешевка давайте померим куртку интересно ну конечно с этой блудкой это конечно ужасно и смешно но не смотрите на низ вот будем смотреть на то как это выглядит ну неплохая такая курточка симпатичная правда здесь такая расцвечка веселенькая баллоне ну 800 баксов что-то дороговато будет мне кажется сейчас я посмотрю чего она сделана ну собственно еще она сделана все она может быть сделан из шерсти же мы сделаем про так давайте смотреть подвинула к себе сумку свою поближе тележку сумка какой-то подозрительный дядька вокруг меня крутится и очень смотрит на то что я делаю с интересом как то мне он не нравится так как хорошо все по-русски написано во первых она сделана в италии если вы видите так мелко я еще палец порезала сегодня вчера вы смотрите страсти мэйденитэли сделаны в италии это очень хорошо так составчик утеплитель кухперо а ну поэтому она такая дорогая 85% кухперо 15 перо но она такая короткая что как бы что как бы потому что она пупперо все равно одно место замерзнуть до этого самого в общем 42 размер 8 короче так ну что померим брунелла кучинели я пока тут крутилась какая-то тетенька его очень тоже внимательно рассматривала я подумала что уведут уведут но видимо увидев цену она решила что мне не очень нужен честно сказать ничего особенного ну плащ и плащ такой что такое деньги плащик то мне в самый раз просто здесь висит вот эта этикетка класса если знаете что такое плащ плосать в общем-то в этих магазинах весь отделы одежды на пуплику как говорит оля или очень курпулентный девушек так как я уже верю зашла уже вошла в одежду пласт сайт хотя на вид он совершенно не класс интересно посмотреть какой-то размер обычно совершенно планш за 1000 долларов 1000 долларов девочки что сказать пробел среди дня кораблю трудового народа сегодня такого кроме названия сорок второй размер ну их класса я уже испугалась тоже сорок второй правильно написано так короче брунелла кочанели сделано в италии сделано в италии все плащик и плащик вот цена офигеть до между прочим он симпатичный такой под подстрелянный полпердончик как это у нас называлась когда-то в минске пытаюсь застегнуть на камеру очень вьюг ну сколько они хотят за него 700 баксов ну да он шерстяной все дела капюшон рукава длинный окей так и давайте посмотрим что у нас новенького сока вот такое у нас лежит вот такое и такое же голубое значит это сапожек кто же автор творил сие произведение мил мил конечно же кто-то сомневался как они хотят за это чудо всего лишь 200 баксов вообще даром так versace туфлики бархатные такие уже замызганные тоже за 200 versace босоножки боже какой кошмар посмотрите залиты каким-то клеем все боже это нет серьезно это все на versace сделано в италии 300 долларов ну ладно то что они выглядят как будто их уже лет пять кто-то носил это не их вина но то что они сделаны вот так вот как будто слепой китаец милой рукой склеивала в темноте ночью при лучине versace слушайте я в шоке я в шоке ну ладно там фасон и все вот это вот это вот уже второй вопрос ну вот это вот качество смотрите все в каком-то желтом фу так что это написано цены versace нету versace это какой то versace третий сорт четвертый пятьсотый кошмар кошмар вот такие вот деньги будут слушайте пипец а ну это голден гуф грязненький пятьсот долларов кроссовочки голден гуф тоже versace тоже все какие то похезанные порыпанные уже тоже 300 баксов ну как они так делают ну послушайте обувь даже еще не носили ну где то она там валялась ну окей ну уже вот так вот она вот такой вот она уже витаминит вот их уже носили и переносили так еще ужасно никогда не понимала этого эти грязные кроссовки уже которые вот такие вот грязные состаренные состаренные от природы ну и это золотую чуду не умею десятый размер это может по-моему видели так это милики фурла я думала я думала фурмес да ну нет 35 долларов фурла 35 долларов таких не было у нас раньше так что еще у нас интересного сумки что-то ничего такого вы знаете девочки я пойду примерю то что я понасобирала так вот у меня в тележке лежит и сниму конечно для вас может быть поставлю в это же видео а может быть сделаю отдельное видео потому что если очень длинно получится то не хочу чтобы было очень длинное видео если будет следующий видео то пока всем пока увидимся в следующем видео или если нет то увидимся в следующем эпизоде